Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, это канал Лайкни Мир, и сегодня у нас видео комбинированное. Оно будет немножко и про бытовуху, и немножко про путешествия. Первая задача на сегодня – доехать до отеля на пляже Саресу и забронировать его для празднования моего дня рождения. Задача номер два – сходить на пляж, посмотреть на плотность отдыхающих и, конечно же, искупаться. Ну и третья задача – немножко попутешествовать, сделать это видео такое слегка приключенческое. Давайте начинать и погнали! Начинаем мы наше приключение с района Хурмаа и поедем до Саресу. А из Саресу уже на пляж. Как обычно, по традиции, проедем по окружной дороге, соединяющей эти два района, в обход автомобильной трассы. И если вы наши выпуски смотрите, то мы здесь уже ездили. И в прошлом выпуске я восхищался аутентичностью этого места. Пожалуй, это единственный район, можно так сказать, деревенька, в которой сохранились традиционные турецкие дома. И находится все это прямо на границе между районами Хурма и Саресу. И здесь горная река, бараны вот, посмотрите, классно. Барашек выбежал на дорогу, потерялся. И вот рядом Чабан пасет тоже стадо. Горная река. В общем, вот так вот выходишь из дома, вроде бы находишься в Анталии, в туристическом районе, а можно увидеть настоящую деревенскую жизнь. Каждый раз, проезжая по этой дороге, чувствую себя в настоящей турецкой деревне. И вроде вот с левой стороны ситы, жилые комплексы, а справа уже за кустами какие-то домики турецкие, грядки. О, вот это повезло! О, ребята! Я своим глазам не верю, черепаха! Так, машина едет. Аккуратно, надо черепаху в сторону отнести. Вот это с ума сойти! Такого не придумаешь, конечно. Точно не подставное видео. Черепаха! Класс! Привет, тортила! Да, и вот их здесь давят, они на дорогу выползают. Надо ее куда-то отнести. Так, я сейчас ее возьму как-то немножко покорректнее, чтобы не переворачивать. Мы с вами ее отнесем в сторону, чтобы машина не проехала. Я, честно говоря, вообще в шоке, что у нас около района Хурма и Сарысу черепахи ползают. Я, конечно, здесь уже встречал черепах на дороге, но они все были раздавлены. И это, конечно, грустно, когда ездишь, смотришь, вроде черепаха недавно ползала, а уже по ней кто-то проехал. Поэтому я ее хочу отнести куда-нибудь подальше. Вот тут такой пригорок есть, чтобы по ней точно никто не проехал. Потому что, блин, жалко. Ну, она такая прикольная, вы посмотрите. Я надеюсь, что пока у меня идет процесс спасения черепахи, у меня не угонят велосипед. Она, кстати, такая сильная, она прям упирается лапой и так ногтями скребет мне по руке. Боюсь, что она сейчас может просто вырваться. Черепаха летит. Черепаха-супермен. Посмотрите, как прикольно. По воздуху она лапами перебирает. Вот мы ее сейчас повыше занесем. Здесь теплица. И тогда она точно на дорогу не выползет. Я думаю, что это будет самое верное решение. Вот где-нибудь тут ее оставим. Ну все, принес тортилу повыше. Немножко около теплицы здесь ее оставлю. Я думаю, что теперь у нее все будет хорошо. Вы, кстати, знали, что черепахи шипят? Я только в Турции об этом узнал. Когда ее берешь, и она пугается, она начинает шипеть так. И вот пока ее унес, она все время шипела. Говорим черепахе до свидания. Давай, черепашка, живи и не выползай на дорогу. Долгих лет тебе жизни. Пока. Возвращаемся обратно Я надеюсь, что меня не украли велосипед Опять же, в наших выпусках мы часто говорим Что велосипеды в Турции воруют И в основном воростом занимаются цыгане Ну не в основном, а в принципе цыгане воруют Поэтому каждый раз бросая велосипед Конечно страшновато, что ты вернешься А его там не окажется Я надеюсь, что в этот раз удача будет на моей стороне Да и все-таки время обед Вряд ли в обед как-то воровство процветает Я, кстати, спасением черепах периодически промышляю Это уже не первая черепаха Которую я встречаю на дороге и отношу ее подальше От автомобиля, чтобы никто не раздавил Как-то раз ехал по Ликийской тропе на велике И тоже черепаха выползла на дорогу И проезжал турок на машине Он остановился метров через 50 Вышел весь обеспокоенный Думал, что он черепаху переехал Но он проехал рядом, ее не зацепил Я ее также взял и в гору унес, чтобы ее никто не раздавил В общем-то, я люблю животных Поэтому стараюсь как-то их спасать, скажем так Нужно, конечно, на велосипед купить подножку Друзья, кстати, посоветуйте, какую подножку лучше взять У меня уже был опыт установки Какой-то кустарный, непонятный Вот у меня все поцарапалось Сзади вся рама А подножка устанавливалась вот прям сюда под болт Я знаю, что есть какие-то навесные Посоветуйте, какой лучше производитель Потому что я вот велик все время так бросаю И он у меня уже весь исцарапанный Возвращаемся с вами на маршрут наш И уже подъезжаем к району Сарысо Как можете видеть, тоже много теплиц по краям И интересно, вот у этой теплицы все стекла побиты Но несмотря ни на что, фермер продолжает там выращивать что-то Какая-то зелень Ну, конечно, помидоров, наверное, в такой теплице не вырастешь Но зелень точно можно И с правой стороны тоже огромная ферма И сады апельсиновые, гранатовые И даже дом поставил Мне кажется, это вот идеальное такое место для жизни Рядом находятся хурма, Сарысо, все блага цивилизации И вот свой частный дом в садах Я бы тоже не отказался быть фермером тут в Турции И иметь такую землю у себя в распоряжении Все, мы с вами доехали до района Сарысо Дальше между Сите проедем И опять, как обычно, по нашему маршруту в сторону пляжа Отель, который я хочу забронировать, находится как раз-таки около парка Где мы обычно проводим свои стримы Опять же, если вы стримы смотрите, то понимаете, о чем я говорю И там есть такой интересный отель с бунгало И вроде как цены невысокие Поэтому попробуем забронировать и посмотрим заодно Стоит он своих денег или нет Если вдруг кому-то интересно, то в районе Сарысо Самые лучшие ситы находятся на краю района Вот эти белые Мы сами их рассматривали для аренды, когда еще искали себе жилье Здесь обалденные квартиры Во многих есть газ Вот, например, на втором этаже Видно, что на балконе котел газовый И здесь жить комфортно В отличие от первой линии Сарысо Там, где очистные сооружения И часто есть неприятный запах Здесь в конце района, как правило, никаких запахов неприятных нет Поэтому если вдруг будете рассматривать этот район Для проживания постоянного То обратите внимание именно на те белые ситы Но цены там, конечно, будут повыше Зато свежие квартиры, газовое отопление Все блага цивилизации Пока с вами едем до пляжа Хочу пожаловаться У меня вчера был абсолютно ужасный день И все началось с самого утра Просыпаюсь, смотрю, у велосипеда спущено заднее колесо Думаю, блин, ну, наверное, гетт проколол Начинаю снимать покрышку Достаю камеру И около ниппеля, около соска Образовалась дырка каким-то фигом Я так и не понял Заменил покрышку Поставил новую У меня она была в запасе Еще с велосипедом медали в комплекте Выезжаю из дома Проезжаю 500 метров Резкий хлопок И колесо сдувается Я нахожусь, опять же, вот здесь Где сейчас проезжаю Почему вспомнил Нахожусь в Сарысу С собой никаких больше запасных камер нет Чего делать? Звоню Ане Она приезжает Привозит мне цепь А я еще цепь забыл взять Обычно цепь, велосипед сажаю Чтоб никто не утащил Приезжает Снимаю колесо Закидываю на руль И еду здесь в веломастерскую Рядом тоже в Сарысу находится Приехал, достают камеру То же самое Около ниппеля дырка образовалась Этаку ладно, окей Давайте менять Мужик русскоговорящий здесь работает В итоге он оказался плохим мастером Меняет мне камеру Надувает Накачивает колесо Еду Через 500 метров опять хлопок Спустило Короче, это продолжалось вчера целый день Я поменял за день 6 камер 3 из этих камер Как раз таки у мужика здесь в Сарысу И не было понятно в чем причина А оказалось, что на этом велосипеде Гидравлические тормоза Они очень сильные И колеса Поэтому надо накачивать максимально Вот прям, чтобы они были как каменные Если так не сделать То камера проворачивается Вместе с покрышкой И просто ниппель вырывает И больше всего, конечно Меня в этой ситуации разозлило Что каждый раз Мужчина разводил руками Говорил Я не понимаю, что происходит Не знаю, как так Давай плати А я говорю Почему я должен платить? Вы же мне эту камеру поставили Вы же не можете разобраться В чем причина Он говорит Камеры не мои Я тебе ее поставил Она твоя И то, что она у тебя Пропускает воздух Это уже твоя проблема Типа я не производитель В общем, вчера был такой конфликт Очень сильный Но оказалось Проблема даже не в камерах А в том, что колеса были недокачены И каждый раз Когда он их накачивал Говорил Не надо сильно накачивать Не надо А я всегда их сильно накачивал Ну вот оказалось Что он плохой специалист И много денег Вчера ему отдал И в общем много нервов потратил Был ужасный день И честно говоря Даже не думал Что сегодня соберусь на съемки Ну а закончилось все тем Что вчера в 11 вечера Мы с Аней на пляже Опять со спущенным колесом И непонятно Как добираться до дома На таком велосипеде Пошел в магазин Купил суперклей Сосок вот этот ниппеля Приклеили на суперклей Прижали по-хорошему Накачал колесо Максимально сильно Как камень И все стало хорошо Его больше не проворачивает И вот сегодня я езжу На клейной камере Которую склеили Суперклеем Даже не думал Что из этого Что-то дельное выйдет Ну вот вам тоже Такой лайфхак Если вдруг Ситуация подобная Произойдет Всегда можно Суперклеем ее решить Миновали мы с вами Район Сарысу И подъезжаем уже К трассе автомобильной Здесь как раз Заканчивается горная река Но сейчас она Скажем так не активна Совсем мало воды Больше похоже на болото А вот когда таяли снега В горах Это в январе Феврале Здесь такая была Бурная река Голубого цвета Ну а сейчас Это уже дождевая вода Скапливается Подъезжаем к дороге К основной Где-то 100 метров По трассе Мимо заправки И фуникулера А дальше уже Попадем к отелю В который мы с вами Направляемся Решил еще остановиться Перед выездом на трассу Показать вам Откуда начинается Ликийская тропа Если вы смотрели Наше видео Про велопутешествие То как раз По Ликийской тропе Мы с Аней на великах катались И начинается она вот здесь В начале района Сарысу Здесь практически нет Никаких домов Рядом находится Канатный подъемник Вот там И отсюда По прямой Все время идете Либо едете на велики И проедете По тем самым местам Или прогуляетесь Где мы с Аней были И снимали видео И мое внимание Все время привлекал Вот этот плакат Интересный Насколько я понимаю Это постер Турецкого фильма И он размещен Рядом с маршрутом По Ликийской тропе Вот это кстати Весь маршрут Целиком здесь нарисован С отметками Населенных пунктов По пути Если кто-то из вас знает Что это за кино И снималось ли оно В этих местах То обязательно напишите Для меня это большая загадка Но мне кажется Что как раз Где-то здесь Этот фильм снимали Выезжаем на трассу По трассе не весь путь проехать А вот так вот сворачиваете Через парковку И уже попадаете На пляж Сарысу И как раз здесь Где-то рядом Находится отель Будем сейчас искать его с вами Кстати Многие люди Живущие в Сарысу В районе Ходят на пляж Пешком Именно по этой трассе Но я конечно Не рекомендую так делать Автобусы ходят часто Всегда можно Запрыгнуть Доехать Комфортно И не опасаться За свою жизнь Машины там Носятся С огромной скоростью Ну и идти там Некомфортно Пыльно Грязно Лучше на автобусе Такая сегодня Жарища Надо зайти в магазин Чего-нибудь взять Попить Здесь прямо На автобусной станции Наконечной Магазин небольшой Но тут конечно Цены выше Немножко чем В обычном продуктовом Но зато Есть охлажденная вода Чего-нибудь хочется Такого Лимонада Вкусного Вот классный Кстати Так Все Руки Из задницы Все попадало Вот возьму Такой Арбузный Арбуз и клубника На когда 5 лир 5 лир стоит Такая вода Ага Все 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 Мужчина Забрал у меня камеру Привет Он тоже журналист Да Тоже журналист Да Какие У меня новый оператор Карту держите Сказали что Мужчина журналист известный Если вы его узнали Обязательно напишите в комментариях С позволения Продавца Еще покажу Покажу вам магазин Что здесь продается Посмотрим В магазине В форме Но цены так единичные Ну скорее всего Они здесь все В одну цену Плюс-минус Такие самые простенькие Купальники Есть Женские Это здорово Вот если Вдруг вы купальник забыли И размеры Вот немножко побольше Чуть-чуть поменьше Девушки Если забудете Не переживайте Вот закрытые купальники Есть Детские Различные Игрушки Надувные Круги И вот шашлычные Принадлежности Тоже очень важно Здесь в Саресо Шашлычные места Так скажем И все Принадлежности Продается Уголь Мангалы Такие вот Переносные Как у нас Все есть Так что Приезжайте Заходите И покупайте Да Наступили жаркие Дни И уже Без холодной воды Не обойтись И мне больше всего Нравятся Самые первые Глотки Когда вы сильно Хотите пить Покупаете Что-то Воду Лимонад Неважно О Как хорошо Нереально Вкусная вода Вот еще раз Запоминайте Стоит 5 лир В этом магазине А в городе Где-то по 2,5 Арбуз И клубника Нереально вкусно От магазина И конечный Автобусов Ведет всего Одна дорога До моря Она прямая И вы точно Не заблудитесь А где-то здесь Должна быть Отворотка На отель Куда мы с вами Направляемся По всей видимости Это она Лемон парк Хаус И уже Судя по фотографиям Вижу Что там есть Бунгало Ресторан И какая-то Зона отдыха Здесь тоже Река проходит Красивая И она в сезон Такого лазурного цвета По мощенной дорожке Заезжаем в отель И посмотрим Есть у них Свободные номера Или нет И сколько все-таки Будет стоить проживание Но места кайфовые Посмотрите Река какая классная И воды много Не пересохло Это огромный плюс Заезжаем По всей видимости Ресторан И где-то вот Парковка должна быть Не знаю Правда говоря Здесь на английском На русском Или только на турецком Будем с вами все выяснять По ходу дела Большая территория Довольно таки Вижу у них вот эти Бунгало Как раз таки Такое и хотим арендовать Но хотим где-нибудь Поближе к реке Небольшие домики Понять бы Где находится Ресепшн у них Пока что езжу По территории Никто главное Ничего не говорит Просто катаюсь Довольно таки Большая территория У этого отеля Но я не могу найти Ресепшн у девушки Попробую узнать Мараба Мараба Ресепшн Йоп Йоп Так Ресепшн тут есть Он находится за машиной Машина приехала Я так понимаю Откачивать канализацию И ресепшн Вот прям напротив Должны сейчас взять ключи И показать мне номерной фон Очень важный момент Здесь Нужен хороший интернет Потому что мы хотим День рождения В прямом эфире делать Машина шумит Немножко попозже Все вам расскажу Пойдемте У вас же есть бассейн Да? Да У нас все это Дискотека Дискотека А, дискотека в бассейне А по каким дням Проходит она? Ну сейчас вот Верополит Потом вечером Вот Утром начинается Деньги И все будет А, ну здорово Бассейн Водичку потрогаю? Да, конечно Ну как водичка О, такая вода теплая Обалдеть Теплее, чем в море Классно И вот здесь они проводят Дискотеки Насколько я понял Девушка только что Объясняла И меня интересует Домик на первой линии На первой линии У реки Вот там Домики начинаются Значит здесь Давайте зайдем Глянем что там Это значит Двухместный номер Ну домики Такие небольшие Но в принципе нормально Главное кондиционер есть Окно Телевизор Ну кровать по мягкости Ну довольно таки Мягкая кровать Хорошая Небольшие Небольшие Уютные Как на базе отдыха Когда приезжаешь Такие деревянные дома Большая кстати Душевая Много места Здорово Еще бы джакузи было Было бы вообще хорошо И сколько стоит такой дом? Посмотрите Душу есть именно такие комнаты Но у них еще есть Этот салон А сколько стоит Вот такой домик? Домик 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 Ага Девятьсот Ага Хорошо А уже завтрак включен? Здорово Слушайте Вообще замечательно Девятьсот лир Это очень хорошая цена Если пересчитывать Опять же рубли на лиры Как многие из вас знают Сейчас курс рубля к лире Так просил Хорошо Девятьсот лир Это довольно гуманно Если учитывать Что у вас будет персональный домик Включен завтрак И еще есть бассейн Обалденно Выходим на первую линию Около реки Меня вот эти дома Больше всего интересуют Вы только посмотрите Обалденно Своя терраса есть Стол со стульями И вот у вас вид на реку Солнце ушло сейчас Не так красиво Но эта река Она такого Лазурного немножко цвета Давайте зайдем Глянем Что там О Перо павлина У них видимо еще и павлины есть На территории У вас павлины да есть? Да Здорово А они сильно кричат? Да Спать не мешают? Нет Это не успокоит Они не мешают Так вот Значит этот номер уже побольше Я так понимаю Тоже двуспальная кровать В комнате А здесь кондиционера нет Да в этой? Вот здесь есть Телевизор с кондиционерами Здесь в городе Тоже такая же типовая Типовый санузел И комната для отдыха Два дивана Кондиционер Телек И Холодильник А в том номере же не было Да? Холодильника Да тоже есть Тоже есть Да Ну супер Хорошо А вот здесь на первой линии Вот около реки Есть Чтобы с кондиционером В комнате было Кондиционер Чтобы в комнате был Как это сказать? Вот именно на этой На первой линии Типовый санузел А только один вот здесь А его хватает Охлаждения? Хватает То есть на все Да? Хватит И сколько стоит Вот такой номер? Это тоже 900 Да? Да Бин Тысяча Ага А загруженность большая У вас вообще на выходные дни? В выходные дни Много отдыхающих? Да Да? То есть надо бронировать заранее? Да На эти выходные Еще не забронированы? Я могу сегодня забронировать? Если что? Да Сейчас посмотрим Если есть Посмотрим, да? А можно да Еще глянуть? Вот на этой линии Другой домик какой-нибудь Да, да Есть еще Два Еще один домик А, ну этот уже Прям совсем большой Да Здесь две двуспальные кровати Холодильник И кандири Тоже такой же Типовой санузел И вот уже Большая кровать Офигенная Был бы еще Этот домик На первой линии Около реки Цены бы ему не было А так, конечно, хороший И сколько он тоже, да? Стоит? Тысячу? Нет, это уже поменяется А, ну да Он же больше Сколько он будет стоить? Для четырех человек Он четырехместный А тысяча пятьсот стоит Слушайте, ну классно Здорово А еще вот на первой линии Что-нибудь покажете мне Там какой-нибудь домик Тоже С видом на реку, да? Не тот А какой-нибудь Вот здесь вот из этих Да, вообще я Я к ночам Бассейн, блин, манящий И шезлонги стоят Пойдемте пока К бассейну подойдем Девушка за ключами Убежала Посмотрим на него еще раз Обалденная Манящая вода И он такой теплый Здесь на солнце Уже прогрето Все хорошо Вода теплее, чем в море И, кстати, до пляжа Примерно минут Наверное, пять пешком Эти шезлонги выставлены Вот если сюда приехать Так на пару дней даже Можно хорошо Кайфануть у бассейна Позагорать Погулять по территории И я видел, что здесь Даже рыбу ловят Некоторые Вот эти дома На первой линии Как раз мы их рассматриваем Под аренду С красивыми розовыми деревьями И некоторые отдыхающие Умудряются тут рыбу ловить Через забор Вот прям удочки закидывают И ловят Ну что, неплохая идея Рыба тут должна быть Вот мне нравится дом Около розового дерева Посмотрите Так вместе со мной в кадре Розовое дерево Обалденное И вот он Домик под номером 303 Такой еще номер хороший Но здесь лягушки Я слышу в этой реке И по ночам Они, наверное Шумят лягушки по ночам, нет? Непонятно Шумят или где шумят Домик под номером 303 Здесь тоже А, этот большой Он не такой Это получается Как мы только что смотрели За полторы тысячи Тоже двуспальная кровать Кондиционер Такой же точно санузел Он, в принципе, дом типовой Особо по нему рассказывать нечего И тут две кровати Это на большую семью На четыре человека Сколько стоит он? Тысяча пятьсот А есть у вас Вот за девятьсот Как мы смотрели там Ну, на этой линии тоже Но не тот Не самый крайний Есть? Шневарма, Буранада Хочется именно Домик, как был Самый первый, что мы смотрели Точнее второй На этой стороне нет А, здесь все большие А, все большие Да, ну, в общем, облом А большие уже стоят полторы тысячи Правильно? Да Все Ну, значит, придется нам брать Самый крайний Вот тот Во всяком случае На первой линии Будет стоить 900 лир Зайдем с вами заодно в ресторан Посмотрим, как он выглядит И узнаем, чем кормят Это самый главный вопрос Потому что многие сюда приезжают Надолго На неделю На две Как только что мне сказали И хочется понять, чем туристов кормят Большая парковка Если на своем автомобиле приезжаете Найдете, куда поставить И здесь с правой стороны ресторан И слева Ну, у вас такой прям ресторан Полноценный, да Круто Камин, да, есть, я вижу Да, у нас сейчас этот Суббота Здесь есть концерт Приранница А, я как раз в субботу хочу Здесь праздновать день рождения Так что посмотрим концерт ваш И вот можно выйти Получается сюда на террасу поесть Здорово Можно позавтра Да Это вы сами, да, сделали такие фонтаны Круто Они тоже по вечерам, да, включаются Да, ночной они А что в завтрак входит Привет, собачка Это ваша, да Тут живет Да, это наша Майя Майя, привет, красотка Привет Да, расскажите, что в завтрак входит Давайте Пришли мы во второй ресторан И здесь, я так понимаю, что завтраки Как раз таки раздают Вот такой мангал у них огромный Да, это место для мангала Есть даже вероятность, что на завтрак Приготовят шашлычок Вот меню нам, да, покажете Можно писать А получается на завтрак Который включен Можно что угодно выбрать Или конкретные какие-то блюда Нет, вот этот На завтрак он находится Да, показываете, интересно Как вас зовут? Жасмина Жасмина Откуда русский знаете, так хорошо? Самоучка Самоучка У вас хороший русский Спасибо Жасмина Ищем завтраки Просто не завтрак, но... То есть можно из этого выбрать, да? Или это вот прям комплекс? Все будет, комплекс, да А, то есть завтрак у всех одинаковый, правильно? Да А еще есть вот такие специальные завтраки Это платные? Да, это платные О, ну здесь прям огромный Это на большую семью, да, наверное? Да, или двух человек И значит у нас в обычный завтрак входит Два вида оливок Белый сыр, вареные яйца Два вида джема Чеддер, колбаса Мед, сыр Чили, салями Сливочное масло Помидоры, ветчина Огурцы, выпечка Зеленый картофель А, зеленый картофель фри Что такое зеленый картофель фри? Зеленый картофель И шелчок И вот он получается входит, да? Да, это номерный Ну все, отлично, отлично Сейчас идем к домику На первой линии Около реки Важно измерить скорость интернета Чтобы понять, сможем ли мы тут делать свой стрим В субботу в эту На день рождения И Жасмина мне только что сказала, что У них Wi-Fi есть хороший По выходным концерты проходят Будут иранцы выступать Я думаю, что В эту субботу мы с вами весело тусанем И будет очень крутой стрим Идем к домику Сейчас сделаю все замеры Выйду в прямой эфир Кстати, может кто-то из вас Сейчас на эфире поучаствовать И себя увидит Но потом уже буду бронировать Если все окей с интернетом Жасмина подключает мне Wi-Fi Будем сейчас проверять Какая скорость Вот я пока посмотрел Обычный интернет 4G плоховато ловит У этого именно домика Надо по территории еще походить Посмотреть Ну и Wi-Fi Но так в целом Wi-Fi у вас хороший, да? Не жалуются люди Отлично Мне нравится вот этот дом На первой линии Что здесь река Лягушки сильно шумят по ночам? Нет Не сильно? Ну ладно, будем надеяться Все, вышел Я с телефоном к бассейну Все, кто у нас на прямом эфире сейчас Вас, конечно, плохо очень видно Но вы себя увидите в нашем выпуске Ходим с ребятами Определяемся, где будет лучше интернет Все, кто сейчас на стриме у нас Отписываются мне Как сейчас По скорости То к лежакам выходим То выходим к бассейну Пытаемся понять, где лучше всего Пишут, что сейчас все хорошо Будем дальше ходить по территории Искать идеальное место Печальные новости Обошел всю территорию От и до И к бассейну сходил Вместе с вами Кто был на прямом эфире только что Все обошли И интернет здесь ловит плохо И, конечно, для стрима это не годится У них еще есть Wi-Fi Но если в выходные приедет много людей Соответственно, Wi-Fi будет сильно проседать Интернет слабый И, конечно, не получится здесь сделать прямую трансляцию Поэтому будем рассматривать другие варианты Не все еще потеряно Жасмина сказала, что у них сейчас как раз настраивают Wi-Fi И есть у вас 4, да, по-моему, вы сказали Wi-Fi разных 4 разных Wi-Fi Я сюда хочу приехать через час Еще раз все проверим Может быть, будет нормально работать Но я искренне надеюсь, что получится все-таки здесь день рождения отпраздновать Место у вас тут хорошее, классное Спасибо Через час-то я вернусь Все, до встречи Поехали пока до моря Искупнемся Ну а пока мы ждем восстановления работы Wi-Fi Прокатимся до пляжа Посмотрим плотность отдыхающих Я это дело очень люблю Люблю вам показывать И заодно доедем до женского пляжа Посмотрим, закрыли его или нет Ну, точнее, работает он чисто для женщин Или все еще туда можно мужикам попасть на территорию Сегодня на фуникулере много людей Очереди большие Только почему-то они все на улице стоят То ли не хватает кабинок То ли фуникулер по каким-то причинам неполноценно работает Первым делом, наверное, доедем до магазина Что-нибудь попить возьмем Меня вот поражает, что в этом парке все время есть люди Сегодня середина недели По идее работа Люди должны делами быть заняты А нет, все равно находятся Желающие потусить Поесть шашландосы Туристы, я вижу И местные Но местных как-то даже больше Хотя должно быть по-другому совершенно Парковка вся забита Кто-то на море купается Тут музычка А кто-то шашлычит Вот все пока, что я вижу у людей Это местные Туристов всего двух человек видел И то на великах к морю поехали Вот, кстати, тоже кафешка неплохая здесь Можно отсюда стримить Был бы у них еще какой-то номерной фонд Чтобы можно было заночевать Потому что из этого парка выгоняют До 12 сидишь спокойно, стримишь Все отлично А в 12 часов ночи охрана приходит И всех начинает выгонять Поэтому максимум до 12 можно сидеть А у меня день рождения 29 мая Это воскресенье А праздновать мы хотим начать с субботы То есть стрим в субботу начнем Вместе с вами 29 мая Встретим Бахнем за мое здоровье А потом 29 мая Ночью еще пару часов Посидим, постримим И вот здесь в Сарасу не получится Потому что охрана выгонит 100% Именно поэтому мы отель и ищем Вот магазин Берем что-нибудь попить и поедем к морю Этот магазин мы уже показывали во время одного из выпусков Поэтому не будем делать подробный обзор Просто берем воду Что-нибудь хочется сладкого А вот, кстати, такая же вода, как я брал на остановке Здесь уже стоит 7,50 Видите, чем ближе к морю, тем цены выше А там стоило 5 лир Хочется почему-то фанты Вот уже апельсин Это, я так понимаю, что-то местное Подобие какое-то Ну, возьмем, попробуем Наверное, будет тоже неплохо По вкусу как фанта Один в один Даже я бы сказал не фанта, а меринда Вот так называется Самое главное холодное Это прям для меня важнее всего В такую жару Катаешься туда-сюда Возвращаясь на железного коня И сначала с вами доедем до женского пляжа Как и собирались Посмотрим, пускают туда До сих пор всех или нет Или только женщин Как и должно быть А потом приедем, наверное, на общий Здесь вот дорожки везде И можно комфортно на велике доехать И мне нравится, что ухаживают за территорией И это был круглый год И зимой, и летом Всегда чисто, ухоженно И следят за порядком Каждый раз, когда приезжаем на пляж Я все время думаю Вот приедем и будет людей миллион Но каждый раз приезжаем И людей мало Не знаю, когда тут туристический сезон начнется Возможно, сейчас цены высокие на перелеты Поэтому туристов не так много В основном все отдыхают турки И, кстати, турчанки любят тоже загорать Как оказалось Вот во Вьетнаме мы когда жили Там местные жители в Вьетнамке Они вообще не загорали Все время от солнца прячутся Купаются в футболках и в штанах А турчанки в купальниках Все нормально Загорают Пока что никаких преград я не вижу Единственное место, где нам могут закрыть въезд и вход Это мост Его должны закрывать, по идее Когда пляж функционирует Доедем, посмотрим Работает или нет Вот мужичок едет обратно Он только что в ту сторону ехал Возможно, его не пустили Только что проехал мимо охраны Никто меня не остановил Интересно, что на женском пляже охранницы Девушки все Мужиков здесь нет Но пляж открыт Мужики ходят Отдыхающих опять же немного К морю выйдем Посмотрим на людей А потом сгоняем туда На общий Искупаемся И тут тоже, наверное, искупаемся Везде, в общем, будем купаться Жарко Хочется в море залезть Раздевалки, кстати, немного подлатали После нашего последнего приезда Конечно, сделали это все Как-то на скорую руку Посмотрите, какие-то доски вставили Но самое главное, что нет больших щелей И никто не будет за вами подглядывать Уже посложившаяся у нас традиция Решил вас всех искупать сегодня Кто на футболке, находите себя Так, по бокам Снизу На плечах На спине Попробую сейчас спину показать Вот так, наверное В прошлый раз, когда мы были на этом пляже Купались только те, кто у нас на кепке Сегодня я решил искупать тех, кто на футболке Кстати, на стриме, на мой день рождения Будет новая футболка Будут новые путешествия Поэтому заходите и записывайтесь Пойдемте к морю Людей совсем немного Я бы даже сказал, мало Практически отсутствуют Мужиков особо не вижу В основном девушки Вот там девушки с детьми Тут купаются девушки А вот один мужик Я вижу, с семьей, видимо, приехал Тут девчонки Загорают Турчанки Я думаю, выйдем к будке спасателей Кстати, спасатели уже появились Если еще месяц назад Будки просто стояли То теперь уже На посту Люди дежурят Чтобы никто не утонул И в море натянули Трос с буйками Чтобы никто далеко не заплывал Вот тоже тут девушки На этот пляж Когда он полностью работает Функционирует Можно приходить Женщинам, девушкам И детям, по-моему, до 8 лет Что ли, до 6 А мужикам, взрослым Вход запрещен Вот даже спасатели загорают Посмотрите Девушка-спасатель тоже Интересно, что На этом пляже Все сотрудники Женщины и девушки Мужиков нет Уже об этом говорил я Решил пройтись Все-таки К будке спасателя И там искупаться Всякое может быть Во всяком случае Девушка-спасатель Рядом находится Если что, у меня Из воды вытащит И тут около нее Конечно, еще собаки есть В Турции собаки везде Вот, видите Дежурят тоже Охраняют Собаки-кайфушники На солнце валяются И все у них Замечательно Привет Ты такой толстый Пес Привет Привет Толстый Счастливый И вот еще один Прибежал Спасатели Тоже помогаете Людей спасать, да? Пойдемте прямо Здесь искупаемся Около девушки-спасателя Где-нибудь поставлю Чемодан рядом Мараба И здесь прямо Занырну Во всяком случае Можно вещи тут Оставить Не бояться Вот у меня охрана Уже охраняет И девушка Посмотрит за рюкзаком Все-таки техника Пойдемте уже в море Ну-ка, как вода? Ой, вода бодрящая Ой, бодрящая Конечно, в бассейне Было намного теплее У меня почему-то Так всегда бывает Море вижу Хочу купаться А как только в него захожу Уже все Как-то купаться не хочется Но я обещал вас всех Кто на футболке Искупать Поэтому Вместе со мной Давайте Занырнем в море Ой, хорошо Все, теперь уже не холодно Кайфово И больше всего Мне на этом пляже Именно на женском Нравится Адалар Красивый Вот там такой Как акулий плавник Виднеется вдалеке Единственный минус Здесь солнце Рано уходит Вот из-за этой большой горы Я думаю, что примерно Минут через 30 Наверное Уже солнце уйдет Поэтому устремимся С вами поскорее обратно На велосипед И поедем на общий пляж И собака ждет Посмотрите Сидит ждет Пойдем купаться Пойдем Пойдем купаться Не хочет купаться Солнце, конечно, уже уходит Но все-таки Я надеюсь Мы успеем На общий пляж Сгонять с вами И, кстати, посмотрите Кто со мной идет Все Купаться не захотела Со мной идет Сопровождение Собаки так в Турции Часто делают И они ходят За определенными людьми Не за всеми Они чувствуют Как-то энергетику Если вы любите животных Любите собак То они вас будут Сопровождать Если вы злой человек Они с вами Никуда не пойдут Вообще У меня была Сегодня такая задумка Думал Приедем в отель Забронируем Сходим на этот пляж В Сарысу Потом сгоняем На центральный Но, как всегда Все пошло не по плану С отелем пока не определились Надо будет еще раз Вернуться туда И целый день Получается у нас Будет здесь В районе Сарысу Но, с другой стороны Ничего страшного Центральный пляж Лиман Хурма Не Хурма Лиман Канялты Мы еще успеем С вами поснимать В другой раз Главное определиться Все-таки Где мы днюху будем праздновать Поехали искупнем Все еще здесь На общем А потом уже в отель Вот здесь с вами выйдем В самом начале пляжа Как раз таки Если вы от автобусной остановки Идете То по прямой Вы попадете именно сюда Тоже кафе есть На первой линии Тут чай, кстати Недорогой По-моему, по 3 лиры И где-нибудь тут Велосипед припаркуем Около столба Это интересно Велосипед парковал Мужчин встретил Турков Спрашиваю Купаться будете? Говорят нет Купаться не будем холодно Турки не любят Купаться в холодной воде Ну а мы с вами пойдем Почему нет? Тоже есть переодевалки Есть душевые И на этом пляже Людей, кстати, больше Значительно Это круто Вот доска с запретами Что можно, что нельзя Давайте посмотрим Костры сжечь нельзя Мусорить нельзя Есть почему-то нельзя на пляже Собак выгуливать Ставить палатки А, это, видимо, торговать Наверное, чем-то Здорово, конечно Что людей здесь намного больше Ну, с одной стороны Кому нравится Когда компанию Можно себе найти То, конечно, лучше приезжать сюда Здесь на самом деле Так кучно, я бы сказал Ой, упала Упала Давай ручку Сильно упала-то Упала, да Она споткнулась Ну, вроде ничего Не плачет Вот так Девочка бежала И споткнулась Причем получилось так Так что, видимо, я наступил на дощечку Она приподнялась немного И она запнулась Но это не точная информация Надеюсь, что все-таки не я Хотя, да Вот, посмотрите Вот дощечки Сейчас покажу О, вот так вот получилось Я шел Наступила Она как раз мимо пробегала И упала Блин, теперь буду себя чувствовать виноватым Давайте посмотрим по отдыхающим Что у нас По плотности Тоже есть будка с охранниками Тут уже мужик дежурит Не девушка Но людей больше Мне здесь нравится Что еще на фоне Часто корабли большие стоят Такие вот Потрясающие Тут какой-то Сабборд Марабас Какая-то лодка Надувная Наверное, как каяк, да? Да Каяк двухместный И вот малышня В основном купается Взрослых мало Давайте с вами Где-нибудь тут В воду зайдем Вода потрясающая Прозрачная Причем здесь На этом пляже Она даже красивее Чем была на женском Какого-то Аж лазурного цвета Только собрался Вас искупать Как ушло солнце Вот, блин, засада О, кайфово Кайфово Супер вообще Бодрячок Ладно, ребят Накупал вас Поехали обратно в отель Проверим, что там у них С вайфами Уже будем определяться Что по поводу дня рождения Давайте с вами Еще немножко По пляжу прогуляемся Конечно, печально Что солнце ушло Хотелось все это При свете поснимать И оно ушло Не за гору в этот раз А ушло за тучи Так как мы около Бор находимся Видите Тучи, они бывают Часто около верхушки Скапливаются И, соответственно Солнце закрывают Лично я Турцию В мае представлял себе Вот как-то совсем По-другому В плане отдыхающих Думал, на пляже Будешь приходить Мест свободных не будет Как у нас на югах Происходит Приезжаешь куда-нибудь В Крым Или в Сочи И все Но там, опять же Пляжи очень узкие Вот если Сочи посмотреть Напротив Спортивных комплексов Мы там были с Аней на пляже Полосочка вообще тонюсенькая И, соответственно Люди много приходят Они друг на друга ложатся А здесь Вон какие просторы Огромный пляж Широкий И даже если сюда приедет Самое максимальное количество людей Все равно место останется И одна из сегодняшних задач Которую я ставил перед собой В самом начале съемок Выяснить, кого же на пляжах больше Все-таки Турок Или Иностранцев И посмотреть Турчанки чаще загорают Или все-таки Иностранки Ну, на сегодняшний день Все-таки Турков и турчанок больше Преимущественно Процентов, я бы сказал 70 местных жителей И процентов 30 отдыхающих Немножко решил свернуть с дороги Мне нравится в этом парке Еще, что не гоняют охранники Людей, отдыхающих на газонах У нас, как вы знаете На газон где-нибудь выйдешь Сразу охрана бежит На газонах не сидеть На газонах не лежать А здесь, видите Под деревьями Везде турки ставят столы Кто-то просто лежит на травке Здорово Потому что не всегда Хочется за столом кушать Хочется где-то иногда На газоне полежать Под сосной И в этом парке Никто не гоняет Друзья, напишите обязательно Под этим видео Как вам такой формат Вроде еду делать дела повседневные Но при этом беру с собой Камеру И вам заодно показываю Нашу жизнь Что происходит Если такие видео вам нравятся И стоит их делать почаще То обязательно об этом напишите Чтобы мы понимали Что вам такое заходит Вот кто-то подписался Только что Все, мы на территории отеля Лемон парк Идем искать Жасмину И пробовать подключаться к Wi-Fi Жасмина Жасмина Сейчас выйдет Надеюсь, что у них Wi-Fi починили Ну как, Wi-Fi починили? Да Будем проверять тогда? Да, можете проверять Скажете, да, мне пароль? Много у них точек Wi-Fi Я смотрю Порядка 4-5 штук Надеюсь, что какая-нибудь из них Будет хорошо работать А выходные как у вас с Wi-Fi? Не обрываются? Нормально? Люди не жалуются? Да Все, вы подключили, да, меня? Ну отлично Будем тогда тестировать У этой сети нет доступа в интернет, пишет Может, другую попробовать сеть? Ну что, друзья Пока что облом Интернет проверили Он еще не заработал Но сказали, что завтра Он должен прям 100% заработать И Wi-Fi будет хорошо летать здесь Вернусь сюда завтра На сегодня выпуск закончен Такой получился бытовой Ну вот такая наша жизнь Мы что-то ездим Все время куда-то Что-то делаем Ну и решил вас с собой взять Как я уже говорил Если видео понравилось Напишите об этом в комментариях Если было полезно Поставьте палец вверх Ну и до новых встреч На нашем канале Завтра буду Либо сюда Опять приеду Буду определяться С домиком И Wi-Fi Либо будем другое отель искать Но об этом будет Совсем другое видео Все До новых встреч Пока